Приветствую вас, дорогие мои водолеи! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз главных событий на неделечку с 21 по 27 октября. Начнем наш прогноз с вопроса к картам, каким будет ваше настроение в этот период или в момент этого периода. Итак, настроение. Семерка мечей. Интересно. Ну, что можно сказать? Что-то вы задумаете такое, что у вас появится желание или настроение схитрить обойти какую-то ситуацию, извлечь выгоду из нестандартной ситуации. Ну, не хочется говорить, что что-то, возможно, присвоить себе, независимо от желания собственника, что-то увезти, может, какую-то информацию, может, еще что-то. В общем, друзья мои, настроение хитрить. Хитрить и уйти от чего-то. Или от кого-то. Ну, здесь, конечно, может просматриваться желание обмануть. Вот. Не договорить. И так далее. Ну, давайте смотреть на события. Уже карты выпрыгивают. Не терпится им все рассказать. Посмотрим, откуда у вас такое настроение. Либо события вас введут в такое состояние, либо это ваше состояние спровоцирует события. Ну, ладно. Смотрим. Первое главное событие – Луна. Ну, в принципе, подходит второе главное событие – Король Пентакли. И третье главное событие – Колесо Фортуны. Интересные карты выпали. У вас, мои хорошие. Вот смотрите. Вот это настроение, скорее всего, связано с первыми событиями по Луне. Потому что Луна у нас – это какие-то темные обстоятельства, неясные ситуации. Может, даже какие-то махинации, может быть, даже обман, скрытость или сокрытие какой-то информации. Вот. Поэтому, да, в принципе, неудивительно, что у вас может появиться вот такое настроение. Ну, Луна, конечно, иногда показывает ещё своего рода энергетическое какое-то воздействие на человека. Да. Целенаправленное, скажем так, да. Чтобы ввести в заблуждение или человека заставить что-то сделать такое, что он бы не сделал в других обстоятельствах. Поэтому эта карта, она, знаете, больше предупреждающего характера. Быть внимательным, осторожным. Думать, прежде чем делать что-то. Внимательно относиться к словам и к поступкам окружающих. Не всё принимать на веру. Лучше перепроверять и не один раз. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот. Да. Непростая ситуация. Непростая ситуация, непростое событие. Может происходить что-то, что непонятно будет для вас. Почему так, от чего так. Вот. Неожиданно что-то такое, знаете. А самое главное, неясное. Неясное. Бывает. Бывает, конечно, что какой-то человек начинает непонятно себя вести, что абсолютно не ожидали от него. Вот. Или ситуация начинает складываться совершенно в другом русле. и почему-то тоже неясно. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Следующая у нас карта Король Пентакли. Ну, конечно, карта, она может быть двояко для кого-то проиграться. Это может быть и покровительство очень такого надёжного товарища в вашу сторону. Вот. Это может быть крупные сделки. Это может быть крупные финансовые поступления. Это может быть удача в плане карьеры. Карьеры. То есть, как повышение карьеры с большей зарплатой. Это может быть увеличение доходов от бизнеса, если вы этим занимаетесь. Ну, также это может показывать и вашего партнёра, вашу вторую половинку. То есть, увеличение вашего бюджета, общего семейного бюджета за счёт пополнения ресурсами, как я уже сказала, кого-то из членов семьи. Карта хорошая. Очень хорошая. Особенно, если она показывает ваш образ, то, в принципе, друзья мои, вам волноваться нечем. Неделя сложится очень благополучно. В материальном плане очень благополучно. Стабильность какая-то нарисуется у вас. Образуется стабильность. Твёрдая, как говорится, почва под ногами появится. Ну, условно выражаясь, конечно. Вот. Знакомство с кем-то, встреча, разговор серьёзный, предметный. Ну и, конечно, выгода. Выгода в чём-то. Следующая третья у нас события колесо фортуны, тут, как говорится, без вариантов. Либо эта карта проиграется, как и названо, то есть фортуна, удача, счастливый случай. Так что, если вдруг какие-то намёки появятся, ловите, ловите этот момент, друзья мои. Это не способно Вселенной, высшими силами, судьбой, потому что колесо фортуны, во-первых, старший аркан, и, естественно, мы, как любой старший аркан, говорит, что мы не властны, не властны над этими событиями. Это нам спущено сверху. Ну, может быть, из-за каких-то наших поступков в прошлом, может быть, из-за поступков окружающих нас людей, но, тем не менее, факт остаётся фактом. И здесь нашего влияния на это событие в принципе не может быть, понимаете. Вот оно случилось, и всё. Типа, как выиграл в лотерею. Счастливый случай, счастливый. Или в какой-то выигрыш в чём-то в другом. Удача ведь, она разная бывает. Ну, в любом случае, колесо судьбы, оно и есть колесо. Оно может резко повернуться и что-то измениться в жизни. Может медленно разворачиваться и только намёки какие-то появятся. А сами события могут в следующем периоде только проявиться. Вот. Поэтому тут у каждого опять же всё по-разному. Да, резкий поворот судьбы, колеса времени. Это может касаться и работы, это может быть и бизнеса, это может быть каких-то семейных, хозяйственных дел, вот, финансовых дел. Ну, и отношения, конечно. Отношения могут резко поменяться, отношения как в хорошую сторону, ну, и может быть, конечно, как и не очень. Что-то там, трещинка появится, тут уже у кого что. Вот такие пирожочки. Ну, что ж, мои хорошие, идём дальше. Занозы, конфетки. Сейчас посмотрим. Что вам карты наваляют по этой части. Ну, прежде чем приступить к выяснению этих моментов, я хочу сказать вам, мои хорошие, огромное спасибо за то, что вы подписываетесь на мои каналы, на мои странички, заходите на мои каналы, странички, интересуетесь прогнозами, участвуйте в комментариях, участвуйте в моей вот такой торологической деятельности. Большое вам спасибо. Вот, отдельное спасибо всем тем, кто подписался на мой новый канал, на видеоплатформе NUM, это новая платформа, даже кто-то опасался, типа, рискованно, что это такое, но тем не менее, тем не менее, прислушались к моей просьбе, к моему приглашению, чему я очень-очень рада. И вообще, мои хорошие, я очень-очень вам благодарна, что вы со мной, что нет ощущения, что я никому не нужна, что все это зря. Ну, получается наоборот, и это просто дико приятно, поверьте моим на слово. Ну, ладно. Теперь поговорим о конфетках. О конфеточках. Люблю конфетки. Так. О, друзья мои, туз Жезлов. Туз Жезлов, как интересно. Вот смотрите, почему-то сразу же у меня глаз бросился на колесо фортуны. Да, это какая-то сногсшибательная новость, это какая-то какой-то просто мощный приток энергии, это идея, это озарение, даже можно сказать, да, какой-то идеей, каким-то проектом, каким-то творческим началом. это может быть кстати и сообщение. Сообщение, какая-то информация, но она, понимаете, она дает вам мощный прилив энергии. Мощный, просто мощнейший прилив энергии. Новое начало и новые возможности, шансы, но они очень сильно подпитаны энергией. Может быть это со стороны вам придет, кто-то вас, как говорится, подтолкнет, добавит вам этого, какой-то мотивации, какое-то предложение вам сделает. Еще то есть общение с кем-то может вызвать вот такой огонь, пожар энергии. Отличная конфетка. Ладно, а что у нас с занозой? Ну, четверочка кубков. Можно, конечно, назвать это занозой. В каком плане? Но она такая, знаете, некритичная. Некритичная. Здесь больше речь идет о том, что в какой-то момент или в какой-то период этой недели захочется побыть самим собой или самой собой, уединиться, подумать. Ну, может быть такая легкая апатия, может быть больше отстраненность, понимаете, желание побыть, побыть одной или одному. Да. Ну, может даже отдохнуть, от каких-то отойти от каких-то дел, отстраниться от какого-то общения. Да. Не захочется ни во что вмешиваться, нигде принимать участие. Может, захочется побыть дома одной, может, в отпуск захочется пойти. Но здесь такая, знаете, легкая грустинка. Да, грустинка. Но, опять же, это не критично, мои лапочки. Ладно, а что посоветует вам оракул затмения? Солнце. Как интересно, здесь луна, а здесь у нас солнце. Ну, что ж, совет, друзья мои, развеять, развеять эту темноту по луне, все неясности, чтобы у вас высветилась ясная картина, солнечная картина. Может, кому-то совет позагорать, может быть, съездить на какую, в краях, где тёплая погода, солнечная погода. Может, кому-то совет задуматься о более положительных моментах вашей жизни, раскрасить вашу жизнь солнечными лучами, солнечными красками, чтобы она заиграла на радость вашей души, на радость вашего сердца. Вот такие пирожки. Развейте темноту. Да. вынесите в вашу жизнь как можно больше солнца. Как в буквальном, так и в переносном смысле. Вот такие пирожочки мои хорошие. На этом я закругляюсь. Всех благ вам, мои лапоньки. Удачи, здоровья и до новых встреч! До новых встреч!